здравый будьте бояре что-то давненько я не заглядывал в рубрику ваши игры это потому что после ремии меня и чужие то игры бесят не то что ваши и но тем не менее тему уже порядком забита заявками в перемешку со флудом так что сейчас я тему-то прикрыл и каких-то комментов потом вы можете не дочитаться все что не касалось заявок и не содержало каких-то названий игр было нещадно снисено и наугад рандомно откуда вы ты выцепил заявку на игру enslaved одессе и ту же west что значит порабощенный путешествие на восток west-восток кажется может в данном контексте это сигареты west игра называется поход раба за сигами чем черт не шутит так джойстик работает это прекрасно какого хрена это записываю для того чтобы изменения графики и разрешения игры вступили в силу вообще любые на я думаю изменения в этой игре над перезаходить в игру похоже не очень-то приятно так новое путешествие сейчас ну по деньгам максимум могу в гваделупу съездить это попутками легко нормально или сложно нормально я сложность это не еще о боже маска джейсона что она здесь делает это гламурного джейсона смотрите на лбу такое оглушающие атаки манки уничтожают щиты мехов и делают их уязвимыми чего какой манки глава 1 побег ну мне это нравится о божечки опять я не включил субтитры да как же я задолбал наверно всех этим блять склероза вот именно на субтитры она мы видим что тюрьма и всех все зэки здесь содержатся в яйцах в железных яйцах сатаны ну что каково тебе яйца с яйца но даже пары яичные внутренние не испортили его прическу не испортили его кожу в него не не ослабли мышцы он или он там качается в этом яичке смотрите что то делает такое ощущение что он яростно дергает свою пирку боже как надоело дрочить на стены упал обращенного рассамаху похож по моему а в соседнем яичке получали висел очки да это не такая плохая тюрьма причем у него есть окно в дверях они могли теребать друг на другом когда сидели напротив и теперь яйца сатаны начинают детонировать чувак или ты на выход идешь или ты взлетаешь надо что то делать яйца бомбит это самая жесткая одиночная камера наверно в истории всех тюрем это вот прям одиночка так одиночка но он даже сидя в одиночке успел напить себе татуху на спину как я вижу вот блять находчивый вообще-то его наделили внешности кого-то рядового психопата из любой постапокалиптической игры подождите разработчики игр все никак не могут договориться в каком разделе настроек должны быть субтитры аудио видео блин или все-таки настройках об игре так и какого-то бухого чувака немножко снесло здесь можно бегать здесь можно прыгать это экшен и вот господи здесь нет обучения как я счастлив как я щас обожаю обожаю вот такие игры теперь а в детстве я любил rpg стратежки что-то сложное блять с возрастом понимаешь что нахуй в каждую игру учиться играть а здесь вот играешь вот в такую хреномантию и все прекрасно господи опять много красного я не знаю у меня у меня видеокарта наверно коммунистическая какая-то она все для превращает в красный цвет хотя он сейчас все зелено нет вообще игра сочная а это есть обучение все-таки тут есть мы играем чуваком у которого знаете он он как бы тай лунг из кунг-фу панды в человеческом образе вот посмотрите как он прыгает на его на его походку на палатке и помешивая тайлунг у нее там встроен какой-то айфон будущего видимо сэнси голограммный интересно будут голограммы сенсорные такое вообще возможно у него даже такое ощущение что этот пояс он как хвост болтается у тай лунга был же хвост до тай лунг был пантерка вроде или каёк и шакал ой я кстати все время так долго не смотрел кунг-фу панды мне казалось что это какой-то дурацкий мультик пошло будет какой-то в стиле кунг-фу и блять и там звери разговаривать а но когда я посмотрел я прифигел конечно класса и галустян отлично озвучивал галустян что хочешь что-то хорошее для кино сделал блять то что фильм это у них это про полная хрена то вот в озвучке он хорош ладно тем не менее яйца продолжают взрываться вот канале на экране каши в голове и вообще все это было в самолете а вот видимо телку улетела без парашюта skydiving сучка так чтобы перепрыгнуть уступ а где тут уступ на его чтоб нахер в этой графике то и не видно вон пиздюльки кит торчат чтобы запрыгнуть на выступ нажмите на а да здесь походу все на а делается на куче вы вы меня уже полчаса учите кнопку а нажимать давайте чем другое уже посмотрим однокнопочный экшен одно смотрится красиво одобряю ой пройду из-за всплывка и все части ассасина что это туплю спасательные капсулы ясно ранга бы было чего спас спасательные капсулы чтобы спрыгнуть с трубы нажмите б внизу почему-то поленились нарисовать далекую-далекую землю мы летим просто над какой-то снежной пустыни или видимо над очень туманной местностью облачной жаль чувство высоты нагнать не мешало бы в этот момент боже это что за робот пылесос разрушивался посмотрите его правой рукой надо к ковры пылесосить опять восстание машин черт ну опять восстание машин восстание зомби восстание бандитов кого угодно тут не динозавр и нашли что это какой-то какой главный главный герой арийский такой смотреть арийская челюсть светлые волосы голубые глаза черт пропустили одного видимо в сорок пятом блин они ликвидировали раба с помощью шлема если я выбью такой же сет пожалуй шлем носить не буду мой байк хоть снаряжение вер какой байк а о пау так ты еще и байкера а то то у тебя волосы такие блядь без шлема подъездишь а остальные части от костюма станет унистарк тоже дадут или только перчатками ограничимся айрунмэн и руки-то такие и ослабляет с чем с чем он сказал там разобраться ему надо понятно это 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 снова слышак определенный период времени щиты слишком щиты сами блокируют пули надо только успеть надо только прорваться у меня есть кувырок в любой непонятной ситуации надо южить кувырки в таких играх боевые мехи мехи это видео механоиды какие-то механические роботы называть их мехи я думал просто что-то смехом связано они активировали чая а почему не что мешает всех разом активировать и порвать меня есть на клочки что блокирует атаку нажмите рт и и тут же сдачи в ламо и в ламо и черпа его чтобы вернуться у меня ведь есть дубина я самый крутой хер в этой грёбаной долине или как там какой-то ниггер классную молитву прочитал фильме про акулу я помню я в детстве так смеялся так смеялся сейчас нихуя уже не смешно да блин вот было в dark souls и такая боевка игрит мадрид а ну это зрелищно красиво и легко это то что надо вот ты пришел заходишь в игру чтобы не психовать блять не беситься ты пришел и всех побеждаешь что двумя кнопками я вообще блять одну кнопку сделал я выпускал джойстик у которого есть крестовина чтобы ходить и одна кнопка которая чтобы приседать действовать стрелять все остальные персонаж сам будет приседать как в лари лари крофт чтобы выполнить отбрасывающую атаку нажмите его так нахера мне его отбрасывать что потом к нему подходите не надо я вот его сразу дубиной отмудошу нахера мне герами какие-то отбросы все все же просто блять чего вы чего нужно усложнять оглушающая атака еще есть вообще я на нее уже эй игра а зажмите я блять пересрался я думал игра зависла знаете когда виснет игра бандикам тоже зависает и видео потом приходится записывать с плеера проигрывателя потому что вегас уже поврежденный файл не грузануть и это блять такой геморрой но подожди меня эй там в этом лифте есть место для двоих хочешь стишок расскажу застряли в лифте свет погас мы с ней в неловком положении она мне сделала менее это я и предложение чё не интересует да пошла ты этот корабль похож на и блять механический елдак по моему смотрите у него реально он видимо нам надо пройти в головку ой по обшивке прыгать графикой тут конечно не лара кров но симпотненько миленько в общем то не лагает спасибо и ладно чё уж там мне вверх или вправо все по крылу уже можно ходить ух уж я сразу вспомнил все эти игры типа на дэнди или на сеги не на дэнди где по крыльям самолетом можно было в какой-то игре в файтинге с крыла на крыло самолета переходишь там турельки какие-то деактивируешь там пиздишься еще со всеми с остальными умельцами ходить по крыльям самолета блять невзирая на ветер очень было очень было классно отталкивающий удар отталкивающий удар отталкивающий оглушающий оглушающий добить его своей ватной палочкой смотрите у него же у герой огромная палочка для ковыряния в ушах нет он тоже умеет ставить блок а я уже забыл на какую кнопку вот отстой прыжок прыжок в принципе над водой летим ничего страшного только акулы съедят после того как ты проплаваешь в воде пару месяцев вообще забавно тут какой то водный мир зовите кивина костнера даже чтобы он сам даже чтобы он даже зацепляется сам даже когда вниз мне даже не чужать не надо вообще идеально я жму только прыжок прыжок и можно есть сходу скакать обалденно блин забыл забыл посмотреть ник человека который посоветовал мне эту игру но блин чувак спасибо тебе ты ты меня понял прям только сегодня у меня взрывалась в жопе ядерная бомба я ты вилл визина блин а тут теперь вообще такая игра просто вот это и я и в ней чуть не сдох правда блять свинка грязь куда найдет и я найду где сдохнуть а чё ж нет о у него глаза залупились думаете он удивлен нет он просто против ветра лицом стоит а и мы в Америке только почему статуя свободы утонула в воде а то ли у нас инопланетяне украли то ли Америку наконец-то смыло все-таки мы воспользовались тем самым секретным оружием про которое жириновский рассказывал типа наши ученые ночью чуть-чуть изменили гравитационное поле в земле и Америка вся под водой вот пожалуйста рекомендую он просто может руками этот самолет на куски порвать понятно как он крут чувак ты как бы у нас в России есть поговорка не руби сука на котором сидишь но ты походу сам себе решил не то что сука обрубить ты себе топором по яйцам ёбнул по моему и гигантский елдак летит в Empire State Building да помилует нас Аллах как конец Америке а я успел а небоскреб рухнул поверните камеру поверните поверните черт не посмотреть это видимо реконструкция 11 сентября в вольном стиле повествованиях про 11 сентября уже можно шутить ну и конечно же можно они наши враги ну типа вы пони в детстве я так радовался знаете когда в фильме терминатор 2 Джон Коннор на новость от терминатора о том что а че такое то я не могу ничего делать когда терминатор сказал что скайнет нанес ядерный удар по России Джон Коннор говорит как а зачем они же наши друзья я в детстве так этому радовался что мы друзья с Америкой а Джеймс Кэнмерон то тот еще пиздюк походу куда прыгать куда прыгать я не вижу я не вижу я не вижу эти ручки они очень маленькие они маленькие и красные как мои яички мы не могли бы сделать побольше а вот это главный герой он просто царь обезьян по моему какой-то он скачет блять цепляется за все ах ты дрянь я надеюсь тебе вдую до того как до того как серия закончится смахни его дворниками набрызгай ему блять омывателями в рот накер что ты смотришь не 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 блять только не дворники хорошо летим в Нью-Йорке да стата свобода это значит бруклинский мост же да вроде нет я не очень в географии Америки оу девка рулить то умеет а так его горбами проломили стену и он окно а ну тогда другое дело вопрос снят выжил бы да однозначно интересно интересная манера у него украсить глаза я вам скажу как будто он пытался помадой губы себе накрасить но промахнулся и наебашил глаза у него глаза как рот у джокера такие хе 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 и снова загрузка и снова маска джейсона может это главный артефакт в этой игре может он такую носить может некоторые враги неуязвимы херовая новость а хорошая враги защищенные щитами уязвимы сзади многие враги уязвимы сзади понимаете когда мы же против солдат тут воюем да наверное а там в армии нет ни бабы ничего хочешь не хочешь становишься уязвим сзади блин хотя мы воюем против роботов не знаю чё там уязвимого у них сзади о боже этот олень наверняка точно уязвим сзади охереть круглые часы вот чё не видел того не видел ну и так в этой капсуле сме а главный герой смотрите он чуть ли не на матрас приземлился то что это такое я победитель по жизни ой ещё и тёлка не убежала дважды победитель ты просто чемпион по жизни пусечки пусечки ёп твою медь чё ты с ней разговариваешь вали её на затылок срочно ты в тюрьме сидел а может ещё сядешь что? слава рабскую диадему которую она на меня надела ты хочешь себе завести сексуального раба дай мне объяснить оторвай эту вещь или я покажу твою голову я думаю ты не можешь оторвать ей голову ты её раб, похоже ты думаешь, что я тебя скручиваю? да! дай мне и стоп! ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Да, интиму, походу, не видать. У главного героя болит голова. Это, что контролирует славы. Ты не можешь. Моё сердце не дает пыли. Для любого смысла. Главный герой не поддельно прихуял от таких новостей. Баян, конечно, но прикольно. Ну, ты и пизда, я тебе скажу, рыжая. Блядь, вот ты объясни, ты ж пиздатая баба, красивая. Нахуя тебе эта диадема, ты бы его и так заставила сделать всё, что тебе надо, блядь. Наверное, ты очень тупая женщина, раз не оцениваешь силу. Блядь, что с тобой? Я передумал. Господи, вы это видели? Она пошла какими-то полосами. О, боже. С неё кого-то кожа слезает. Да, быстро главный герой успокоился, блядь. Ты прям этот... Как к психологу сходил, знаешь, который говорит, примите реальность. А, я раб, да. Пизда, там не чё... Если ты по какой-то причине, и даже не зависящий от меня, помрёшь, я тоже умру. Классно, хорошо. Она ещё приказывать мне, блядь. Палку достал, быстро огрел её нахер по башке. Сердце у неё биться не перестанет, но на сломанных ногах ходить она уже не сможет. А со сломанными руками ещё и не покомандуешь. Господи, прекратите трахать моё зрение. Сделайте нормальную картинку, я же иду за тобой. Это аудио-линк сейчас. Да, прекрасно. Ты был очень болен, когда ты перестал. Да, мне сильно досталось во время нашего приземления, поэтому в следующий раз я приземлюсь на твои сиськи. Где мы? Кто все эти люди? Кто все эти люди? Кто все эти люди, блядь, да лай... А, ну пропавшие. Я думал, там кто-то у бочки, у горящей стоит, греется. В таких местах обычно тусуются бомжи в Америке, я в фильме видел. Это не простой. Чтобы посмотреть на свою захватчицу, в любое время нажмите ЛБ. Не, ну пацаны, объективно, да? Любой бы сдался, ёптый, такой захватчицы. Всем бы таких захватчиц. Хе-хей! Тетя Мотя, ёптель. Захватчица. Она захватила мое сердце. И на какое-то время мой член. Хе-хе-хе-хе. Да. Это должно быть быть, чтобы держать мега. Просто я даже не могу пошутить на тему того, чем это еще может быть, блядь, кроме моста. А, хуительная задача какая. Блин, в этой игре, в этой игре приходится слишком много лазить. Это ее минус, по-моему. Это смотрится, может, хорошо, но, блядь, тыкать на две кнопочки так часто. Хотя, может, и хорошо. Если бы здесь был один вот этот файтинг, это бы надоело еще быстрее. И, кстати, эта игра круче, чем Devil May Cry. Вот что я вам скажу. Вот это вот. Ну, вот последний вот данте. Охуянтые. Ну, последняя часть, которую я недавно в ваших играх показывал, или в чем-то. Вот он какой-то, он не такой был интересный. Наверное, потому что вот именно там лазить нельзя. Там можно только, блядь, стрелять и пиздиться. Все. И здесь, кстати, и драка на большее количество кнопок. Здесь, оказывается, еще есть какие-то огнушения. Блок даже есть. Боевка-то такая миленькая. Блядь, да как он? Нихуя у тебя удар. Ну, во всяком случае, смотрится игра поинтересней. Извините, если вы офигеть, какой фанат Devil May Cry. Но здесь меньше красного цвета, больше живописности окружающей среды. Когда в Devil May Cry во второй миссии уже заставляют, блядь, ходить по однообразному дому и в каждой комнате драться с одинаковыми лобами, блядь. Это уже грех не заметить. Здесь пока все так... И здесь есть баба. В игре. То есть здесь есть интрига, дастся на главному герою или нет. А в Devil May Cry он уже на заставке кого-то дрюкнул без вашего участия. И с жизнью здесь как-то все понятнее, что ли. Ну, в общем, не знаю. Просто здесь вот эти сочные зеленые тона, которые типа как джунгли, как-то, надо сказать, импонируют, что ли. Ну, мне нравится. Пост-Армагеддон. Видимо, больше, чем тематика вселения дьяволов или чё там. В Devil May Cry. Единственное, только что главный герой какой-то, блядь, кривоногий немного. Хе-хе-хе-хе. О, конец Америки! Это, наверное, на следующий день после того, как рухнул доллар. Она такая удивленная. Россия-то уже привыкла, что у нас рубль падает, а там, блядь, как только рубль... Как только доллар сравняется с рублем, пизда. Хе-хе. Начнется, нахуй, Армагеддон, блядь. Гарри, мы потеряли наши пенсионные сбережения. Мы не сможем заплатить кредит за наш дом, за нашу машину, за наше всё, блядь. Аманда, я же говорил, мне надо брать кредиты на всё подряд. Почему? Видите, кредиты берём мы, а экономический кризис у всех остальных. Все так делают. Давай спустимся в подвал и просто напечатаем себе ещё денег. На станке, выданном нам государством. Хе-хе-хе. Нет, просто вот душа радуется, бегаешь по раздолбанной Америке, и хорошо-то как. Обычно в играх всегда раздолбанная Россия. Допустим, вон, как в этом, с сингулярности, или в какой-то ещё недавней игре была, по-моему. А, да, в Revelation во втором. Российская задроченная, а, советская задроченная база какая-то. Вот. В Америке тоже можно, про Америку тоже можно делать игру, что она была задроченной или стала. И это очень круто. Только небо над Америкой по-прежнему ясное. Знаете, что-то, что-то такое ощущение, что земля без человека стала намного красивее. Всё зелёненькое, гармонично заросло. Бабы стали жопастые, с сиськами, с нормальными. Смотрите, какая ходит, ёпта. Быстрее бы конец света, ё-моё, блин. Хоть оторвёмся, ёптать. Может, зомби будут, может, не будет. Это что за сущая турель? Пулемётный робот? Твою! Когда я тебе сигнал, ты возвращаешься, okay? Нет, 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 нет. Я думаю, что я вижу. Я буду найти способ, чтобы его отрежу. Или ты его отвлекаешь, или я тебе сейчас прокладку порву. Ну что, ей надо давать команду, чтобы она бегала, или что? И она мне всё-таки не будет помогать, тупая мандища. Чувак, ты попал. Ты знаешь о том, что ты попал? Да ёб твою мать, какой ты кривой, куда ты бьёшь, где твоя автоцель? Жаль, что в этой игре нет захвата цели, потому что... Хотя нет, здесь, когда много врагов, это бы помешало. Сейчас увидишь. Блядь, чувак, прыгать надо отсюда, прыгай. Упс. Вроде как я попал, да? А когда они в блоке стоят, что делать надо? Ебашить надо! Ответ прост, предельно ясен. Всё-таки эта игра раскрывает суть взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Вы смотрите, как женщина тупая и бесполезна, мужик решает вопросы. Вот. Вот скрытый смысл этой игры. Я не понял, он на все кнопки теперь бьёт рукой почему-то. В смысле палкой. Раньше хоть руками добавлял, нет-нет. Я уже просто весь Скайнет разгромил. Спасибо за помощь, курица. В Буллет Шторме была похожая фигня, кстати, там же тоже тёлка классная была. Но почему-то не выпустили вторую часть, не раскрыли суть сюжета. Почему? Почему такая классная игра загнулась, вашу мать? Лучше бы в Балле Шторм деньгами вбиться, чем во Флизелин. Чтобы открыть меню команд ЛБ. А, тут две команды только. Твоя идти, твоя стоять. Даже, даже, блядь, позу не выбрать. Ха-ха-ха. И чего? И куда мы идём? А, я не знаю, куда мы идём. Куда бы мы ни шли дальше. Я думаю, что серия-то закончится именно здесь. Ну, что можно сказать? Игра красивая, игра в Фаренспинина прыгучая. Всё достаточно просто. Просто взял джойстик, откинулся. И расслабился. Душой и ляжками. И иногда ещё в кадре периодически симпотная героиня появляется. Что? Что, собственно, ещё надо? Может быть. Ну, может быть, нужна карта. А, вот, вот, появился маркер цели, напоминающий мне Watch Dogs. Вот этот ромбик голубой. Аж передёрнуло. Ну, давайте, чекпоинт мне. Чекпоинт. Нет, не чекпоинт. А, она без меня дальше убежала. Ой, блядь, молодец вообще. Вот эта голубая хрена тень, круглая. Я надеюсь, что это сохранение. А вдруг я ещё захочу выигрульку поиграть. О, боже, попала. Она попала. О, как он её. А, значит, всё-таки ты можешь за себя постоять, да? И в прошлой драке ты мне из вредности не помогала. Молодец. Далеко мы с тобой уедем, девка. Ой, далеко. В общем, всё, Амигос. Что-нибудь, жмите, что-нибудь, пишите. И адьё. Желаю вам, чтобы всех вас поработила в рабство вот такая тёлка. Хе-хе.